Для знаменитого уличного художника Николы Питерского холстом может быть что угодно, даже парковка торгового центра. Кстати, рисунок отчасти связан с его названием. Вооружившись шваброй, волнуясь, получится ли, ведь масштаб произведения огромный, творец приступил к работе над тюльпанами, одним из символов весны и оттепели. Оказывается, таким позитивным смыслом цветок был наполнен не всегда. Первый биржевой кризис произошел благодаря тюльпанам в Голландии в 1637 году. Когда торговля тюльпанами была выгоднее, чем торговля золотом, и одну луковицу тюльпанов меняли на каменный дом. Все в итоге это рукуло и привело к экономическому и промышленному кризису. Сделать любой интересный рисунок художника попросило отделение многофункционального центра. За свою работу Николу Питерский не взял ни рубля. Для него подобный проект – шанс поэкспериментировать на большой площади. Кстати, за Уралом это первый подобный подарок ко дню рождения центра. Сибирь, Дальний Восток – это впервые. Ему было самому интересно. Изначально мы рассматривали вариант нарисовать данную картину на крыше, но потом спустились сюда, все-таки здесь будет более много горожан видеть этот рисунок. Отметился художник и внутри самого МФЦ. Здесь не так давно появилась необычная картина «Купи слона». Само название возникло из старого всем известного анекдота. У женщины на картине сумка с тюльпанами. Суть произведения внутри здания та же, что и у рисунка на улице. Покупать то, не знаю что, пока этот сомнительный мыльный пузырь не лопнет. Арт-объект простоит в филиале около месяца. Куда отправиться дальше, пока неизвестно. Возможно, в Новосибирск. Там картиной заинтересовался один бизнес-центр. У самого Николы Питерского планы не менее грандиозные – доделать автобиографичный фильм, съемки которого идут около года. Автор надеется, что кино выйдет уже к октябрю. А что касается тюльпанов, верят, что фасадная краска смоется не так быстро. Хотя и в этом художник видит свою прелесть. Наблюдение за тем, как цветы будут постепенно исчезать. Данил Кузнецов, день с толком.